здравствуйте друзья с вами снова валерий и сегодня один из будних дней моей мастерской кому интересно смотрим заходите собственно в данный момент у меня заказ на изготовление лопастей чем я и занимаюсь кстати это точно такие же лопасти как стояли на сгоревший торпеде ну мои подписчики знают о чем разговор был у меня такой ветрогенератор который сказать благополучно сгорел это ничего не сказать это он очень зрелищно сгорел но при всем этом оказалось что есть и положительный момент значит положительный момент по всем том что лопасти уцелели они выдержали невероятные нагрузки и после того видео собственно те лопасти ну вот эти лопасти они засветились и они довольно стали востребовательны то есть довольно часто люди заказывают именно такие лопасти именно с таким креплением поэтому ну на самом деле это уже даже вторая матрица то есть эти лопасти реально довольно часто клеются значит и в данный момент она лопасть уже готова вторая находится в матрице ты ее клеил вчера она выстоялась и сейчас мы эту матрицу раскручиваем и пробуем достать вторую лопасть и затем будем закладывать третью лопасть на потом балансировка и отправка заказчику скрываю так вот родилась еще одна под зачиститься окончательно все лопасть готова так вот так вот так 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 Продолжение следует... После очистки матрицы от старого клея натираем матрицу разделительной пастой. Ну я в данном случае натираю вот такой. Даем немного подсохнуть и все это полируем обычной тряпкой. Ну а далее все как обычно. Наносим гелькоут, выжидаем, когда он подсохнет и клеим стеклоткань. Процесс очень длительный, продолжительный, вонючий. То есть это все происходит в респираторе. Ну и долгий, в общем-то, процесс. Чтобы собрать лопасть, нужно минимум где-то от 6 до 8 часов. Далее оставляем ее на сутки и завтра утром вытащим новую лопасть. Собственно, вот так вот выглядит начало процесса поклейки лопастей. Нанес гелькоут. Это второй раз я уже нанес. Жжем высыхания. День второй, лопасть выстоялась. Скрываем матрицу, достаем лопасть. Вот так вот выглядит предварительная сборка винта. Все отверстия просверлил. В лопастях есть дренажные отверстия. То есть на кончику лопасти и в комельной части эти отверстия должны продуваться. То есть здесь уже все это сделано. Все крепежные отверстия также просверлены. В самый последний момент заказчик попросил сделать и обтекатель. И, в общем, пришлось потратить еще один день, чтобы его изготовить и его закрепить. Значит, в данный момент все уже собрано и винт готов к балансировке. Но, тем не менее, несмотря на то, что в данный момент всего полпятого вечера, ну, на улице уже глубокая ночь. Видим, на столбе уже горит свет, холодно и ветер. Ну, хотя снега еще у нас нет. Днем довольно еще тепло, то есть минусов не было. Но на эту ночь передают уже вроде бы заморозок, минус один. В общем, посмотрим, какая завтра будет погода. Если все получится, то завтра отбалансируем этот винт. Ну, и я думаю, послезавтра он уедет к заказчику. Значит, ну, это чисто уже для заказчика. Здесь кокель, отверстия есть, все есть. Сейчас одной рукой неудобно. Так, значит, кокель и все отверстия просверлены. Ну, вот эти болты будут здесь. Эти болты, это мои болты. Значит, кокель. Здесь есть метка, вот стрелочка. И вот здесь вот есть пропил. То есть вот этот, ну, в итоге вот этот пропил совмещаем с вот этой стрелочкой. И кокель свободно сюда встает. Значит, еще что я сделал. Значит, вот этот нижний хаб, он стоял на мотор-колесе. И на нем были оцинкованные лопасти. В общем, все те крепления, которые были на том хабе, я сохранил. То есть в любой момент хозяин этого винта может вернуться к оцинкованным лопастям. Ну, либо же использовать эти. То есть вот этот нижний хаб, он получился универсальный. Я просверлил просто в нем свои отверстия, не нарушая те, что там были. И, в общем, вот так вот это все получилось. Ну, надеюсь, что этот винт завтра мне удастся отбалансировать. День явно короткий. И, ну, явно я что-то ничего не успеваю. Процесс балансировки лопастей в полном разгаре. Но проблема в том, что на улице сегодня мороз. Это первый день, когда у нас заморозки. И на морозе полиэфирка не застывает. В общем, несмотря на то, что и отвердителя больше в полиэфирной смоле. И прошло уже, ну, не менее шести часов. В общем, полиэфирная смола на морозе не застывает. Поэтому пришлось лопасти снять. В итоге приходится сушить обе лопасти на котле. Конечно, трудно сказать, насколько хорошая будет балансировка в таком случае. Ну, проверим, посмотрим. Мороз на улице вносит свои коррективы в балансировку лопастей. В общем, придется еще раз повторно балансировать. Потому что есть небольшой, но дисбаланс есть. То есть придется добавлять еще немного полиэфирной смолы. И помимо всего, заметил еще один такой момент. Значит, вот этот диск придется его проточить до размера вот этого. Потому как он упирается вот здесь краями в лопасть. И между лопастью и этим диском здесь получается зазор. То есть лопасть полностью не прижимается. В общем, все это сейчас разбираем. Протачиваем диск до вот этого размера. Чтобы была отличная посадка. То есть отличное крепление этих лопастей. Ну и далее повторно будем балансировать. Наконец-то винт отбалансирован. И малейший ветерок его страгивает. Значит, винт в данный момент я поставил, насколько это возможно, вдоль ветра. Вот видим дым. Его там крутит как попало. И получается, когда ветер на эту плоскость начинает давить, винт вращается в противоположную сторону. Когда ветер с оттуда и на эту плоскость давит, тогда винт в обратную сторону. Ну вот видим, сейчас против шерсти он начинает крутиться. Против вращения. Потому что в эту сторону, видимо, ветер задувает. Сейчас, если ветер надавит на... Вот. Ну, стоит. Потому что я видел, даже когда он раскручивался. Нет, сюда-то его давит. А вот пошел в правильном вращении по часовой стрелке. То есть ветер здесь крутится как попало. Так. Ну что. Вот так вот. Все отлично. Даже я там много сильно крутнул. Сейчас вот приостановим. Сейчас посмотрим. Наверное, лопасть ветер хватает, и она не остановится. Как только выходит выше крыши, получает импульс. Начинает вращаться. Вот, остановился. А нет, еще давит. Теперь что, в обратную сторону? Ну да. Наверное, пойдет в обратную. А ветер вон, лопасть как шатает. В обратную пытается его крутить. Нет. Походу. Альбатрос работает. Трудится. Так я думал, этот альбатрос через 3-5 дней опустить. Но, покуда что, некогда. Но перед зимой обязательно нужно его будет опустить. Смазать все наружные болты, чтобы не ржавели. Собственно, осталось винт разобрать. Вытереть от пыли. Возможно, там, где полиэфиркой залапал. Запаковать и отправить хозяину. Пускай радует и работает. Да, друзья. Наверняка, такого армагеддона вы еще не видели у меня в мастерской. И этот армагеддон связан с тем, что до сего времени, зимой, я отапливался вот этой газовой плитой. Это обрезанная из большой плиты. Все нормально. Она подключена. Газ есть. Но цены на газ что-то нам ломят такие, что газ встает нам недоступен. А поскольку у меня, благодаря Сергею Ветрову, появился дровяной котел, и ко всему прочему, Сергей подарил мне еще и два вот таких вот радиатора. Поэтому я их поставил у себя в мастерской и надеюсь, что теперь здесь будет более комфортно с этим отоплением, чем без него. В данный момент пытаюсь навести порядки, лишнее убрать, выбросить. В общем, как-то здесь сделать более комфортную обстановку.